В США арестовали шестерых выходцев из Таджикистана, подозреваемых в связях с Исламским государством. В Бишкеке час дня. Меня зовут Камила Валиева. Здравствуйте. В США арестовали шестерых выходцев из Таджикистана с российскими паспортами, подозреваемых в связях с Исламским государством. Их готовят к депортации. Об этом сообщает издание New York Post. По данным журналистов, как минимум двое подозреваемых в терроризме попали в США через Мексику. Один из них при этом использовал приложение CBP-1. New York Post пишет, что первоначальная проверка этих лиц не выявила ничего подозрительного. Иммиграционная и таможенная полиция США обратила внимание на уроженцев Таджикистана после предупреждения ФБР, сообщают в издании. Спецоперация по задержанию проходила в Лос-Анджелесе, Нью-Йорке и Филадельфии. По словам источников New York Post, в ходе расследования власти прослушивали телефонные разговоры некоторых подозреваемых. Один из них якобы говорил о бомбах. В Москве арестовали таджикистанца из-за паспорта с логотипом Аль-Каиды на обложке. Об этом сообщает телеграм-канал Осторожно новости. По данным авторов публикации, полицейские проверяли документы на территории пассажирского ДПО Киевского вокзала и обратили внимание на обложку паспорта одного из работников – 34-летнего гражданина Таджикистана по имени Идрис. На документе был логотип Аль-Каиды – организации, которая признана в России и ряде других стран террористической. Таджикистанца обвинили в публичной демонстрации экстремистской символики, так как он показал полицейскому паспорт в присутствии сотрудников ОМОН и работников ДПО. В суде он признал вину. Его арестовали на 12 суток. Двух жителей казахстанского Усть-Каменогорска осудили на пять лет за пропаганду захвата власти и сепаратистскую деятельность. Об этом сообщает прокуратура региона. По версии следствия, обвиненные выступали за референдум о присоединении Восточно-Казахстанской области к России. Также они предлагали насильственно захватить регион в случае провала всенародного голосования. Как следует из судебного постановления, двое жителей Усть-Каменогорска разговаривали по видеочату в сервисе «Чат-рулет» с украинским блогером. Во время беседы собеседник спрашивал у пары о том, следует ли провести референдум о присоединении Восточно-Казахстанской области к России, на что жители Усть-Каменогорска ответили положительно. Затем украинский блогер опубликовал видеозаписи в интернете. Она и стала основанием для возбуждения уголовного дела. В постановлении суда в качестве вещдоков указан флаг России и футболка красного цвета с символикой СССР, которые, цитата, явно демонстрировались в кадре. Узбекистан, Кыргызстан и Казахстан подписали соглашение о подготовке к строительству Камбаратинской ГЭС. Стороны пришли к соглашению во время Международного инвестиционного энергетического форума Вене. Кроме того, Ташкент, Бишкек и Астана создали координационный донорский комитет для возведения гидроэлектростанции, в который также вошли крупные международные финансовые организации. Как сообщили в прислужбе Минэнерго Узбекистана, основная цель форума – продемонстрировать усилия Кыргызстана по реформированию энергосектора, обсудить инвестиционные возможности, а также показать стремление Центральной Азии к переходу к чистой энергетике. Проект обеспечит в Кыргызской республике и Центральную Азию чистой электроэнергией с наименьшими затратами, что влечет за собой снижение расходов на энергетический переход в регионы. Выработка электроэнергии на ГЭСах снизит выбросы загрязняющих веществ в атмосферу. О планах Бишкека, Астаны и Ташкента вместе строить Камбаратинскую ГЭС-1 в Кыргызстане стало известно в начале прошлого года. Замминистра энергетики Кыргызстана Мирлан Джакыпов тогда заявлял, что стороны создадут совместное предприятие для управления гидроэлектростанцией. 34% его акций будут принадлежать Кыргызстану, а Казахстан и Узбекистан разделят между собой остальное. В Бишкеке сообщали, что строительство ГЭС обойдется почти в 3 миллиарда долларов. В случае успешного воплощения это будет самый дорогой проект в истории независимого Кыргызстана. В Кыргызстане за курение электронных сигарет хотят штрафовать почти на 450 долларов. Законопроект о запрете ввоза, продаже и использовании вейпов в парламент внесли депутаты Шаирбек Ташиев и Алишер Кузуев. На заседании Комитета по бюджету экономической и фискальной политики депутат Дастан Бекешев заявил, что если этот законопроект примут, то наказание за курение вейпов будет сильнее, чем за употребление легких наркотиков. Депутат заявил, что такие проекты можно назвать табачным лобби. А Эльвира Сурабалдиева отметила, что запрет электронных сигарет и введение крупных штрафов открывает возможность для коррупции и контрабанды. В итоге Комитет парламента все же поддержал документ. Вы сами знаете, сейчас наблюдается мода на курение электронных сигарет среди подростков. Родители дома и учителя в школе не могут поймать детей на курении, потому что электронные сигареты не имеют запаха, а вред от этих устройств еще полностью не изучен. Английская лаборатория провела исследование и выявила превышение вредных веществ в жидкостях для электронных сигарет, которые приводят к целому ряду заболеваний. А теперь я хочу обратиться к тем, кто сейчас смотрит нас в Ютьюбе или Фейсбуке. Если вы не находитесь в России, Белоруссии или на оккупированных территориях Украины, ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал «Настоящее время Азия». Так вы поможете нам распространить это видео, чтобы его смогли увидеть гораздо больше зрителей. Напоминаю, у нас нет цензуры, мы говорим обо всем. Глава ФСБ России Александр Бортников обвинил Украину и страны НАТО в подготовке терактов с помощью трудовых мигрантов. Такое заявление он сделал на заседании Национального антитеррористического комитета. В качестве примера он привел теракты в Крокусити-Холле, заявив, что российские власти установили причастность к нему украинских и западных спецслужб. Бортников заявил, что противник готовит все больше диверсий, чтобы ослабить ресурсную поддержку российской армии и спровоцировать панические настроения среди населения. За последние два года органами безопасности в округе пресечена деятельность 32 ячеек международных террористических организаций, состоявших преимущественно из мигрантов Центральной Азии. Их участниками осуществлялась подготовка террористических актов в местах массового пребывания людей, на объектах органов власти, военной инфраструктуры и религиозных организаций. Митрополит Рязанский и Михайловский Марк Головков призвал ставить мигрантов на место и заявил, что им слишком многое дозволено в России. Журналист Роман Голованов в своем телеграм-канале сообщил, что такое заявление священнослужитель сделал в эфире радио, отвечая на вопрос слушательницы о том, как православный человек должен относиться к мигрантам. У нас, к сожалению, существует дисгармония, диспропорция в отношении мигрантов. Им слишком многое позволено. Здесь чего не позволено русским в других странах. И это ненормально, это неправильно. То есть должна быть нормальная законодательная база, которая ставит мигрантов на свои места. В Курганской области России силовики ищут нелегальных мигрантов с помощью дронов. Видео с работы оператора-беспилотника опубликовало управление МВД по региону в своем телеграм-канале. На кадрах видно, как полицейские поднимают дрон в небо и с высоты осматривают окрестности в поисках мигрантов. В управлении МВД также отчитались о проведении операции «Нелегал-2024». Так, с начала июня на территории области силовики проверили более 1200 объектов, где работают и живут иностранцы. Всего документы проверили у более чем 2000 мигрантов. Полиция нашла почти 300 нарушений миграционного законодательства. 63 готовят к выдворению, а 42 иностранцам закрыли въезд в Россию. Кроме того, МВД возбудили 8 уголовных дел за преступления в сфере миграции. Это были главные новости к этому часу. Больше новостей из Центральной Азии в нашей вечерней программе Шавкатом Тругаевым. Смотрите наши выпуски в социальных сетях, ставьте лайки, так их увидит гораздо больше людей. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин